МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. Я Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Бензин только для своих. В республике вводят запрет на вывоз ГСМ. Не благодаря, а вопреки. Павлодарские биатлонисты уже много лет тренируются и побеждают на голом энтузиазме. Инвентарь пришел в негодность. Тренируются на старом инвентаре, уже использованном, перешивают, что-то помогают, покупают родители. Звезды казахстанской эстрады. На Иртыс променад. В областном центре состоялся праздничный концерт в честь Дня столицы. Серьезный реп-брендинг ждет молодежное крыло партии Аманат «Жас-Отан». Новое название будет определено в ходе внеочередного съезда. Стоит отметить, что на этом важном событии Павлодарскую область будут представлять 11 делегатов-активистов. Внеочередной съезд молодежного крыла партии Аманат состоится 12 июля в Акмолинской области. В нем примут участие более 350 делегатов со всех регионов страны. Среди активной молодежи Павлодарской области отобраны 11 лучших. Мы спрашивали у молодежи, как вы хотите, какое название, что было у молодежного крыла «Жас-Отан». Весь Казахстан уже отправляли предложение. Ну, также не только на встречах. Сами знаем, да, сейчас молодежь сидит в социальных сетях. И был в социальных сетях, был очень большой опрос. Также на съезде будут определены новые задачи крыла с учетом трансформации партии. «Жас-Отан» получит новое имя. Варианты пока хранятся в секрете. Стоит отметить, что в крупнейшую молодежную организацию страны входит более 100 тысяч человек. Артем Буланов, Максим Носков. Телекомпания «Ирбис». Запрет на вывоз ГСМ вводится в Казахстане с 12 июля этого года. Подписан совместный приказ министра энергетики и председателя Комитета национальной безопасности. Для Павлодарской области, которая граничит с Россией, это важная новость. Как теперь будет выглядеть порядок перевозки жидкого топлива на транспортном средстве, расскажем в следующем материале. Запрет введен сроком на 6 месяцев. С 12 июля нельзя будет вывозить с территории Казахстана на автотранспорте бензин всех марок, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов. Для обычных автолюбителей есть небольшие исключения. Данный приказ не распространяется на моторные и смазочные масла. Еще хотелось бы добавить, то есть при пересечении границ с автотранспортным средством допускается вывоз нефтепродуктов в специальных канистрах, пензобаках общим объемом до 20 литров. Главная цель такого решения – не допустить дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, поскольку это может привести к серьезному коллапсу в сельскохозяйственной отрасли и пассажирских перевозках. Артем Буланов, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Ведущий рубрики на этой неделе – Азамат Айтхалин. Азамат, я тебя приветствую. Вот скажи, насколько хорошо ты питаешься? Привет, Владимир. Мое питание качественное. Между тем, в Казахстане недоедают почти 1,3 миллиона человек. Данные приводят Energy Prom KZ. Здравствуйте. В четырех регионах республики энергетическая ценность потребленных продуктов нижны среднереспубликанского значения. Так, недостаточно калорийно питаются в Нурсултане, Шимкенте, Мандескауской и Казалардинской областях. Не более 3000 килокалорий в сутки на одного человека. В нашем регионе такой проблемы нет. Жители Павлодарской области употребляют 4120 килокалорий в день. Выгодно подготовиться к зиме можно уже сегодня. В салоне «Эталон Меха» сезонная распродажа. Скидки на все изделия до 30%. Шубы из норки, овчины российского производства можно приобрести в торгово-развлекательном центре «Баттермолл». Второй этаж. Не упустите возможность. В торговом доме «Мега» поступление мягкой и корпусной мебели. Ассортимент пополнился новыми моделями. Расцветки и формы на любой вкус. В преддверии «Курбан Айта» вас порадуют праздничные скидки. Выбирайте лучшие для вашего дома. Делая покупки в «Меге», вы гарантированно получаете комфорт и качество. Плюс временно действует бесплатная доставка по области до 150 километров. Торговый дом находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая. Остановка «Трамвайное депо». Период отпусков уже в разгаре. И еще есть время задуматься о том, как лучше провести самый долгожданный период беспечности и отдыха. Поможет в этом туристическая компания «Анара Компани ПВ». Павлодарцам предлагают получить незабываемые впечатления от поездки на озеро Алаколь, где вода в бархатный сезон как парное молоко, а пляж располагает расплавиться и забыть обо всех проблемах. Кроме этого Алаколь славится своими целебными свойствами. Лечебная грязь нескольких видов может положительно отразиться на вашем здоровье. Стоимость тура от 57,5 тысяч. В нее входит проезд в обе стороны, проживание в доме отдыха 5 ночей и трехразовое питание. Не упустите шанс отдохнуть красиво. И к валюте доллара в обменниках Павлодара с утра продавали по 479 тенге, евро по 489, рубль по 6,8. У меня на этом все. Владимир. Благодарю. Мы продолжаем выпуск. Использовать в быту возобновляемые источники энергии реально. Поставщиков солнечных панелей, ветрогенераторов и гелиоколлекторов могут посоветовать в общественном фонде Десента. К слову, эта организация занимается популяризацией зеленой экономики. А о подробности расскажет наш корреспондент. Общественный фонд Десента с 2021 года реализует проект по популяризации и использованию возобновляемых источников энергии. В его рамках был проведен конкурс среди трех областей. Костанайской, Павлодарской и Североказахстанской. Участниками могли стать неравнодушные к зеленым технологиям люди. Лучшие идеи общественный фонд Десента профинансировал на 4,5 миллиона тенге. Яркий пример – кризисный центр для женщин в Североказахстанской области, где установили гелиоколлектор, который теперь в любую погоду нагревает воду для подопечных социального объекта. Здесь мы находимся для того, чтобы показать, что и в Павлодаре в нашем регионе есть объекты, которые используют подобное оборудование, в частности, инновационный Евразийский университет. Они одни из первых в Казахстане это использовали, насколько я помню, в шестом или седьмом году. Вот здесь мы видим примеры. Это как раз те самые гелиоколлекторы, которые запитываются от солнечной энергии и подогревают воду, которая использовалась для нужд столовой. Директор общественного фонда «Десента» Сергей Гуляев привел еще два примера, где были успешно реализованы идеи победителей конкурса. Возобновляемые источники энергии используют на одной из пасек, а также их применяет экспедиция, занимающаяся поиском геоглифов. Работа в этом направлении будет продолжена. Азамат Айтхалин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Жуткое зрелище, как в пустыне. В социальных сетях обсуждают свежую публикацию инстаграм-аккаунта irbis.tv о высохшей траве и деревьях в Павлодаре. Жители говорят, растения попросту никто не поливает. Другие подробности смотрите в специальной рубрике, а я только добавлю важную информацию. Если вы планируете ремонт, горячие скидки до 25% на сантехнику и мебель для ванных комнат в магазине «Керемецантех». Ванны, душевые кабины и перегородки, инсталляции, унитазы, смесители, трапы для душа и мебель для ванных комнат. В акции представлены товары лучших мировых брендов – «Идис», «Лемарк», «АМПМ», «Витро», «Роузы» и другие. За качеством и лучшими ценами в «Керемецантех». Запоминайте адрес улицы Целковского, 24. Акция действует с 1 по 14 июля. Ну а теперь смотрим самые горячие и обсуждаемые инфоповоды дня. Десятки видео из разных концов города люди присылают в главный новостной аккаунт региона в инстаграм «Ирбис.тв», а также мобильное приложение. Недоумевают, как так бездушно можно относиться к без того умирающему зеленому фонду Павлодара. Жуткое зрелище, как в пустыне. На Усольском очень много гибнет молодых деревьев. Наверное, кто тендер выиграл, хочет немного сэкономить себе и на дождь надеяться. Также аудиторию главного новостного аккаунта региона в инстаграм «Ирбис.тв» беспокоит вопрос о пожилых людях, которые вынуждены работать на пенсии. Вот самые популярные комментарии. Валом! Из-за таких любителей пахать повышают пенсионный возраст. Все знакомые, которые на пенсии, работают. Спрашивают, что у меня отдыхается. А ответ – а жить на что? Вот вам и заслуженный отдых. У меня очень много родных и знакомых, которые не дожили до пенсии. А видеомонтажер телекомпании «Ирбис» Евгений Леждин запустил единственный в стране профессиональный видеоблог о рыбалке. Уже скоро самые интересные выпуски вы сможете увидеть в эфире телекомпании «Ирбис». Парень знает все тонкости этого ремесла и рассказывает о больших уловах, а также получает советы у мастеров высшего класса со всего Казахстана. Подписывайтесь на канал без чешуи и не пожалеете. Павлодарские биатлонисты почти 30 лет тренируются и добиваются больших побед без каких-либо условий и необходимого инвентаря. Дошло до того, что оружие и лыжи вынуждены брать в аренду у конкурентов. Как выживают представители олимпийского спорта, расскажет Артем Буланов. Денег нет, но вы держитесь. Это уже не шутки, а реальные будни павлодарских биатлонистов. Вот на таком ужасном покрытии проходят их соревнования. Стенды для стрельбы. Тренера мастерят из подручных средств, применяя даже коробки из-под чипсов. База расположена в центре города, на Исинолиево 1-1. Здесь, как в деревне, все удобства на улице, а в раздевалках тьма и скрипучая от старости пол. Инвентарь пришел в негодность. Тренируются на старом инвентаре, уже использованном, перешивают. Что-то помогают, покупают родители. Но от школы, как такового, помощи нет. В прошлом году управление областного спорта, Юргабулов, пообещал в этом году, что будет финансирование в размере 1,2 млн, что хотя бы какой-то инвентарь будет приобретен. Но прошел год уже, и ничего так и не выделилось. Олимпийский вид спорта находится в забвении, говорят родители. И только они переживают за будущее сборной страны. Кстати, ровно 30% взрослой команды Казахстана – это павлодарские воспитанники. Вот такой вот парадокс. А все благодаря фанатам, наставникам. Бросать почти 50 детей из секции они не намерены. Я так скажу, немного наставников придут работать сюда. То есть на начальном этапе зарплата тренера – это вообще копейки. А какая сумма? Это может и… Вам стыдно озвучить? Нет, просто назовите. В районе 35 тысяч будет. Это если одна группа, придет молодой специалист с университета без стажа работы, без категории. И, соответственно, вам очень тяжело находить новые кадры, да? То есть ребята уходят в другие сферы? Да, где нормально платят. По словам нового директора школы Дюш-Ш, денег в школе нету. В связи с тем, что бюджет школьный на протяжении многих лет не корректировался. И каждый год выделяется всего лишь 7 миллионов на все Дюш-Ш. А в Дюш-Ш присутствует 28 видов спорта. То есть как можно разделить 7 миллионов на 28 – это просто невозможно. Старое оружие и лыжи можно смело сдавать в музей, говорят спортсмены. Но пока нет другого, ремонтируют и берегут даже эти артефакты. Вот и получается, что некогда массовый в северном регионе спорт становится делом смельчаков и оптимистов. Артем Буланов, Серик Кунагбаев, телекомпания «Ирбис». Сейчас реклама, затем вот что увидите. Проблемные тротуары. Коммунальщики не учли потребности малышей и инвалидов. Наша постоянная рубрика «Мобильное приложение». «День столицы» – грандиозный концерт с участием казахстанских звезд. А еще специальный инфоблог после новостей спорта. Скоро продолжим. Хэппи-кейк – это кондитерская принципиально нового формата. У нас можно отдохнуть от городской суеты, полистать журнал, попивая вкусный чай с десертом, взбодриться и расслабиться. Мы выпекаем всеми любимые, пушистые, вкусные, доведенные до идеала проверенные домашние торты. Также вы можете заказать доставку на дом. А для именинников действует 10-процентная скидка. Наш адрес – город Павлодар, улица Мира, 62. Хэппи-кейк. Автомастерская на Шашкино предлагает полный спектр услуг по следующим направлениям. Ремонт и покраска кузовов и бамперов любой сложности. Выравнивание перекосов, выведение геометрии зазоров на современном оборудовании стапель. Полировка кузовов и фар. Шумоизоляция салона. Мелкосрочный ремонт дверей, замков, багажников, механизмов, стеклоподъемников. В автомастерской на Шашкино ваш автомобиль станет как новенький. Безупречный вид надолго гарантирован. Автомастерская на Шашкино находится по адресу. Улица Шашкино, 22, микрорайон Зеленстрой. Вторая линия. Телефон 8776-325-70-02. Ремонтируя дороги в Усольском микрорайоне, коммунальщики не учли потребности малышей и инвалидов. Местные жители жалуются, передвигаться на колясках весьма затруднительно даже после замены асфальта. Почему, выяснял наш корреспондент. Андрей Командин часто прогуливается по этому тротуару с маленьким сыном. Говорит, спусков и подъемов для удобного передвижения колясок нет уже много лет. Последний раз пешеходную дорожку ремонтировали 5 лет назад и с тех пор ничего не изменилось. Я удивляюсь, что я увидел в инстаграме, что Аким области, Аким города, у них целый плакат был, они показывают реконструкцию. Как они двое не увидели, что нет бордюров, и их подчиненные не увидели, что нет съездов с бордюров. Это я просто поражаюсь. Столько лет нет вообще. На сегодняшний день на данных участках ведутся работы для доступа малобобинных групп населения. Приспускаются бордюры для перехода для них. На сегодняшний день работы продолжаются, не завершены. Коммунальщики пообещали решить проблему с отсутствием спусков. Напомню, сейчас подрядчик ведет работы по улице Бекхожина. Всего же до конца года в Павлодаре планируется отремонтировать 12 дорог. Илья Срамазанов, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Вернуть пешеходный переход по улице Астана просят павлодарцы. Жители ближайших домов интересуются, почему его убрали. Их обращение прямо сейчас в мобильном приложении. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» – агентство «Недвижимость Териал». Агентство «Недвижимость Териал» – ваш надежный партнер на рынке недвижимости. Всю жизнь свою, я живу в этом доме, мы ходили вот здесь через пешеходный переход. А потом решили, что этот пешеходный переход не так часто используется. И вот там поставили забор, полоски стерли и здесь поставили забор. Как быть людям, которые живут там? Видите, здесь нет пешеходного перехода. Здесь его нету. И на протяжении всей площади, всей улицы его нет. Вопрос. Как людям переходить дорогу? Двор Бухаржиралу 10. Меняли у нас тут трубы. Вот тянули их в Бухаржиралу 8. Теперь уже неделю, как они собрались, уехали. Вот этот бардак нам оставили. Вот здесь дорожки развалили. Вот здесь вот у нас тоже горку убрали. Горку убрали. Теперь вот здесь вот это вот все. Здесь бардак, короче, оставили. Вот и все. Крайнего нет. Кто придет неделю, никто не идет. Гагарина 18. Гагарина 20. Между домами есть вот такая площадка. Почему бы здесь не построить детям детскую? Кроме машин здесь ничего не бывает. На Гагарина 20 была раньше площадка. Но ее разворотили. Закопали как попало. Прошу обратить внимание на наш двор. Наши детки тоже хотят играть. Агентство Реал является лидером на рынке недвижимости. Полное юридическое сопровождение сделок. Весь спектр услуг в сфере купли-продажи недвижимости. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша компания специалистов поможет решить любой ваш вопрос. Цените свое время и доверяйте его профессионалам. Агентство недвижимости Реал. Ваш надежный партнер на рынке недвижимости. Более 8 тысяч повладарцев побывали на концерте в честь Дня столицы. В праздничный день жители веселились не только возле главной сцены. Спортивные и культурные мероприятия были организованы по всему городу. В них принял участие и Ильяс Рамазанов. Свои главные хиты на повладарской сцене «Ертес Променад» в честь праздника исполнила группа «Домино». А также любимец казахстанцев Абдежапар Алкожа. Также подняли настроение горожанам зажигательным выступлением танцора ансамбля «Нур». Грех пропустить такое мероприятие, а тем более день столицы – это наш праздник. Вот мы всей семьей выбрались на этот классный, замечательный праздник. До карантина, когда был Ильяс Променад, мы ни один концерт не пропускали. Спасибо организаторам. И вся энергия, которую они отдают на сцене, они передаются прямо и проходят прямо по всему телу, как электрошок. Очень хотелось поблагодарить, потому что были реально классные песни, были классные исполнители, и это очень крутой праздник. Очень круто, мне нравится. Знаете, такая атмосфера, лето и очень хорошее настроение. Там же, на набережной, была организована выставка прикладного искусства. Местные умельцы продавали поделки, сделанные своими руками. На протяжении всего дня у нас шли очень множество мероприятий. Это и спортивные мероприятия, например, городской турнир по стритболу, по волейболу, по мини-футболу, по дартсу. Наши дети организовали выставку детских работ, посвященных нашей столице. Это праздник для каждого казахстанца, потому что каждый из нас, даже самый маленький и самый взрослый, вносит свой вклад в развитие нашей столицы, а значит и Казахстана в целом. Вдохновленные праздником и хорошей погодой, на концерт пришли около 8 тысяч поводарцев. Помимо приглашенных гостей, для них исполнили композиции и местные артисты. Напомню, творческие вечера проходят на Ертес-Променад каждую неделю. Ильяс Рамазанов, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединился Артем Буланов, ведущий спортивных новостей. Приветствую тебя. Ну и вижу, не очень-то ты доволен после посещения матча молодежного футбольного клуба «Аксу». Ты абсолютно прав, Владимир. Привет. Здравствуйте, дорогие зрители. Все дело в том, что «Аксу» потерпел по-настоящему разгромное поражение от клуба «Жас Сунгар» со счетом 0-8. И вообще стоит сказать, что в последних четырех играх павлодарцы забили всего два мяча, а вот пропустили 26. Да, действительно, у меня аж просто нет слов, сердце аж закололо. Но все-таки я дождусь продолжения новостей спорта с Артемом Булановым. Чего и вам желаю, не переключайтесь. Два года прошло с того дня, как легендарный и самый титулованный футбольный клуб Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата. Официальная позиция спортивных функционеров региона – отсутствие финансирования на коллектив. О былых победах сейчас никто из болельщиков даже не мечтает сохранить бы тот минимум, что есть в регионе. Наша съемочная группа поговорила с самыми преданными фанатами белосиних. Последние матчи «Иртыша» в истории хранятся в архиве телекомпании «Ирбис» как память об игрушке, которая в одночасье стала никому не нужна. Как сообщил на тот момент руководитель профильного ведомства Марат Айдашев, финансовые обязательства перед игроками невыполнимы. Генеральный спонсор команды больше не финансирует этот проект. Соответственно, и чиновники тоже не могут все оплачивать. А долги росли как снежный ком, поэтому существование пентакомпионов прервалось. Уже несколько сезонов минуло с того момента, как клуб «Иртыш» был раздавлен и буквально стер с футбольной карты Казахстана. Ему на смену пришел молодой амбициозный коллектив «Аксу», но все равно в сердцах вот таких трушных настоящих болельщиков эта команда не родная. Они писали об этом, они говорили, и вот мы решили узнать, все-таки приняли ли они ее, полюбили ли они ее, и улетучилась ли та романтика, связанная с пятикратными чемпионами Казахстана. Не до конца, конечно, но хоть что-то, начало, хоть что-то в футбол появился. А то стадион пустовал, наверное, это же вообще нонсенс для Паладара. Далеко не тот, но ребята стараются, ребята стараются. Я думаю, если в этом году удержатся в этой линии, то на следующий год может быть толк. «Киртыш» это, конечно, есть «Аксу», это есть «Аксу», но просто то, что не хватает этой атмосферы, мы сюда ходим в принципе. Естественно, любовь к «Киртышу» не заменит ни одна команда, просто в футбольный клуб «Аксу» была вложена душа, мое детство прошло с этой командой. Футболисты «Аксу» как могут пытаются завоевать любовь павлодарских болельщиков. Главное сейчас, говорят фанаты, чтобы эта команда вновь не попала в руки к жаждущим легких денег дельцам. И они вновь не обанкротили и не поставили на колени очередной перспективный проект. А вот футбольный клуб «Экибастуз» еще здравствует и даже удивляет. Команда на выезде обыграла лидеров чемпионата «Кайсар» со счетом 3-4, причем коллективы поразили такой результативностью даже своих наставников. Перестрелка с забитыми голами между «Кайсаром» и «Экибастузом» началась уже на 20-й минуте. Открыли счет хозяева поля и вообще на протяжении всей встречи горняки постоянно отыгрывались. Развязка наступила на 67-й минуте, когда «Дархан Абишев» принес победу нашим землякам 3-4. В этой таблице представлены 7 команд из 14-й «Экибастуз» пока выступает довольно неплохо, чередуя победы с ничьями, при этом имея всего одно поражение. Разница забитых и пропущенных тоже плюсовая, да и отрыв от лидера «Кайсара» не катастрофический – 9 очков. Еще и учитывая тот факт, что команда из «Перертышья» имеет два матча в запасе. Следующий соперник – коллектив «Шахтер» Булат. Противостояние состоится в «Экибастузе». В Нур-Султане завершились учебно-тренировочные сборы женской национальной сборной Казахстана по баскетболу 3х3. Готовятся девушки к Кубку Азии. Этот ответственный старт будет принимать Сингапур. На паркете сразятся сильнейшие коллективы континента. У повладарских болельщиков есть повод для радости. В составе сразу две наши землячки – это Динас Еркеба и Валерия Капитонова. А старт первого представителя Казахстана в Еврокубках выдался сухим – футбольный клуб «Тобол», который, кстати, тренирует экс-наставник «Иртыша» Милан Миланович, встречался с лучшей командой Венгрии. Милан Миланович утверждает, что ликвидированный футбольный клуб «Иртыш» задолжал ему денег. Теперь его работодатель уже «Тобол». Костанайцы проводили первый поединок двухматчевого противостояния в квалификации Лиги чемпионов УИФА с венгерским Ференс Варошем. 90 минут встречи завершились нулевой ничьей. Я надеюсь, что мы сейчас должны выиграть следующую игру. По игре жалко, что нас забили. Все было на своем месте особо, но первый тайм 25-30 минут очень хорошо играли. Начали второй тайм хорошо. Ничья на своем поле – это, конечно, гораздо лучше, чем поражение. Правда, нужно не забывать, что венгерский чемпион особенно силен как раз-таки на родном стадионе. Так что все самое интересное еще впереди. Мужская сборная Казахстана по баскетболу вышла во второй квалификационный раунд с первого места в группе «Дзи». Причем даже несмотря на поражение в крайнем матче. Противостояли нашим парням игроки национальной команды «Бахрейна». Поединок в Нур-Султане завершился со счетом 51-62 в пользу соперников. Напомню, ранее хозяева площадки одолели Иран 68-60. А самым результативным в составе стал Рустам Мурзагалиев, набравший 26 очков. Тем временем боец смешанных единоборств из Экибастуза Диас Еренгаипов в Абудабе одолел очень серьезного соперника. Боец, хорошо известный по владарской публике, выступил на турнире «Вориорс» в Объединенных Арабских Эмиратах. Он сразился с непобежденным россиянином Абдулой Алиевым, чей профессиональный рекорд составлял 11 побед и 0 поражений. Поединок в налегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился неожиданной победой Еренгаипова, раздельным решением судей. Соперник был в шоке. Диас умело переводил оппонента на канвас и удерживал там. Такая тактика принесла свои плоды. Стоит добавить, что Алиев считался фаворитом в данном противостоянии. Это были новости спорта, но с вами мы еще не прощаемся. Да, переходим к нашему специальному информационному блоку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вы смотрите коммунальную сводку в студии Ильяс Рамазанов. Здравствуйте! Озвучу данные на 7 июля. Сегодня днем произошла авария на сетях по адресу Камзина, 68. В результате подачу воды в этом доме приостановили. В службе 109 время устранения повреждения не сообщают. Расскажу о запланированных отключениях на 8 июля. В связи с заменой задвижки на пересечении улиц Крылова-Российская, в двух высотках Палматинской и в школе-интернате пощедрена отключат воду. В компании «Монополист» обещают вернуть питьевую к 17.00. А с 9 утра не будет света в многоэтажках по Катаево и по Истая. Также отключат электричество в школе номер 1. Ремонт трансформатора завершится в 5 часов вечера. По той же причине обесточат еще два учебных заведения – школу номер 14 и юридический колледж по Катаево. Там работы должны закончиться к полудню. Также электроснабжение не будет в домах по Бухарж-Рау и в школах номер 2 и 3. По плану свет отключат в 13.00, а дадут к 17.00. Еще с 2 часов дня не будет электричества в здании общества слепых в доме молитвы по Орджоникидзе и в доме Нарлеева 15. Свет обещают вернуть к 5 часам вечера. А всего час займет ремонт электрооборудования, от которого запитаны 3 дома по Павлова и 1 по Малой Сары-Батыра. Такие сроки указаны на сайте компании «Монополиста». Работы начнутся в 10 утра. На этом у меня все. Следите за коммунальной сводкой на телеканале «Ирбис Каждый день». До свидания. И вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Артем Буланов и Владимир Чубенко. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. Будьте в курсе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА